Дорога Крабсбургера Авторы сценария Люк Брукшир, Нейт Кэш и Эрик Шоу Продюсер Пол Тибет Это меню. Я запрограммировал механического спанч-боба так, чтобы он регулярно исправлял его и вносил изменения. Карен мне слегка в этом помогла. У меня никогда не бывает посетителей. Но не надо меня жалеть. Я воспринимаю свою непопулярность конструктивно. Она подпитывает во мне зло. Ко мне? Что тебе надо? Мне надо украсть у мистера Крабса секрет его крабовых гамбургеров. Я уже перепробовал все, что мог. Это не так уж много. От тебя никакой помощи. Ты пересмотрел все файлы со злобными планами в своем ящике? Да. Я все пересмотрел. От А до Ю. А как насчет я? Я? Я. Я идет после Ю. Ну надо же. Боже мой. Я совершенно разбит. Я бездушен. Как мне найти свое место в этом жестоком мире? И ты мне говоришь о бездушности? Я компьютер. Что за бестактность? О, прости, дорогая. Разговор окончен, жена. Возвращайся к своим обязанностям. В мои обязанности входит не замечать твои многочисленные недостатки и наблюдать за очередной твоей провальной попыткой захватить мир? Ты настоящая железная леди. Тебе не по зубам. Механический спанчбоб! Вперед! Я приказываю! Хм... Он не агирует на мои команды. Должно быть, он сломан. К счастью, как его создатель, я знаю, как он работает. Починить его пара пустяков. Посмотрим-ка. План я. Да. Украсть корону. Обмануть Крабса. Мне нравится. В этом что-то есть. Так. По порядку. Шаг первый. Проникнуть в замок Нептуна и украсть корону. Сущий пустяк. Думаете, я не смогу поднять эту швабру? Вы плохо меня знаете. Я не могу туда пройти. Этот проклятый робот может меня придавить. Сначала надо заставить его уйти. Это символ угнетения рабочего класса. А еще это гаечный ключ. Гаечный ключ может оказаться весьма полезным инструментом, если правильно его использовать. Ничего не получится. Я не могу туда пройти. Этот проклятый робот может меня придавить. Сначала надо заставить его уйти. Робот! Подчиняйся! Он меня не слушает. Я не могу перепрограммировать его с помощью голоса. Надо как-то по-другому заставить его двигаться. Проверим, как механический спанч-боб выполняет свои обязанности. Что за бестолковый робот? Мой замечательный реактивный ранец! Я не могу добраться до замка Нептуна без своего реактивного ранца! Думай, думай, голова! Это мой реактивный ранец! Теперь я могу лететь высоко над головами своих будущих вассалов! Что-то не так с управлением! Видно, я плохо затянул болты! Надеюсь, я не попаду в аварию! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А-а-а! Замок Нептуна! Вы спросите, почему у меня нет такого же замка? К сожалению, я не знаю, что вам ответить. Ладно, пора приниматься за дело. Ладно, пора приниматься за дело. Не стоит. Вид у них недружелюбный, да и ботинки тяжелые. Фу! Море грязи! Грязное море! Это подкова вонючего морского конька. У них же нет копыт! Какой умник это придумал! Фу! Морские коньки! Мерзкие твари! Говори, презренная! Мне кажется, или я что-то слышала? Да, я здесь, внизу. Отвечай, или я тебя уничтожу! Готова поклясться? Я что-то слышала. Наверное, просто ветер шумит. Проклястье! Ну и ладно, все равно она вряд ли может рассказать что-то интересное. Эти двери не тараном пробивать надо, а придерживать, чтобы сами не упали. Это вывеска с изображением книги. Это чтобы неграмотным было проще найти библиотеку. Свечи! Это они так на электричестве экономят? Надо внедрить это у себя в ведре с приманкой. Каждая сэкономленная копейка пойдет на злое дело. Я никогда не видел ничего более удивительного. Вы, наверное, шутите, да? А? Привет, клоун! А? Кто здесь? Я тут, внизу! Фу! Морская во! Не кусай меня, пожалуйста! Я не вош! И кусать тебя все равно не стал бы! Кто тебя знает, чем ты болеешь? А я говорил, что во дворце надо проморить паразитов! Слушай, Патхалим, мне нужна информация! Что тебе надо от меня? Мне надо попасть в тронный зал. У меня важное дело к королю Нептуну. Так как мне туда попасть? Небось, хочешь укусить его? Могу тебя заверить, что нет. Двери тронного зала электрические. Сбоку есть кнопка, которая их открывает. Я называю ее электрической кнопкой. Я до нее не достану. Ну тогда тебе придется укусить кого-нибудь другого. Ты мне поможешь открыть двери? Я не открываю двери всяким пшам. Последний раз повторяю, я не вош! Ну в любом случае я двери не открываю. Там гвоздь торчит прямо над кнопкой. Я все время за него цепляюсь колпачком. И я не собираюсь рисковать своим модным колпачком ради какой-то пши. Гвоздь, да? Ты ведь шут, да? Рассмеши меня. Э, а как насчет этого? Да уж, с ума сойти! Тебе нравится тут работать? Да все нормально. Мне только жить в замке не нравится. Здесь все пришло в упадок. Вот посмотри на ковер. Из него нитки торчат. Какой ужас! Мне пора идти. Я не буду умолять тебя остаться. Это не достойно настоящего злодея. Я отказываюсь это делать. 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 отсюда эта кнопка к сожалению мне до нее не дотянуться к вашему разочарованию я не буду подпрыгивать надо придумать что-то другое я не могу пойти туда ступеньки слишком высокие я не могу подняться по ступенькам да и не хочу и вообще мы сюда пришли за короной нептуна так не будем отвлекаться привет еще раз вассал о еще одна морская вода должно быть у нас эпидемия ты мне поможешь открыть двери я не открываю двери всяким шам последний раз повторяю я не ваш но в любом случае я двери не открываю там гвоздь торчит прямо над кнопкой я все время за него цепляюсь колпачком и я не собираюсь рисковать своим модным колпачком ради какой-то вшить гвоздь да мне пора идти я не буду умолять тебя остаться для кого-то это просто ниточка но для меня это прочнейший канат нет это не то где же карен когда она так нужна это подкова вонючего морского конька с привязанной к ней ниточкой гениально каждая новая победа слаще последней подумайте над этим а и вновь мой гений восторжествовал мне надо завести собственный тронный зал займусь этим когда подчиню себе все бикини ботом вы наверно шутите да а корона моя мистер капс ты обречен ух чудесная погода сегодня просто идеальный день для повышения это миска гарри он не хочет есть он сидит на диете доброе утро гарри мне снова снился этот сон и сегодня он наконец то сбудется потому что сегодня великий день открытия красти крабс 2 всем известно кого мистер капс собирается сделать управляющим а что спор да нет же глупый я готов к повышению как ты думаешь гарри мне надеть белую рубашку и красный галстук ну гарри ты просто умница Да ты весельчак, Гарри, вот умора Что, малыш, проголодался? Ну, разве что немного вокруг глаз, но тебе идет Раньше ты был слишком худым Честное слово Ну ладно, не могу же я целый день с тобой болтать Пока, Гарри Крышка застряла, надо ее чем-нибудь поддеть Здесь все нормально Это мой будильник Он звенит так громко, что пугает Гарри до полусмерти Это моя кровать Аккуратная, да? Ух, чудесная погода Сегодня просто идеальный день для повышения Здесь раньше жил мой моллюск, но он сбежал Эти картины слишком спокойные Я бы предпочел акул или электрических угрей Я не могу выйти из дома в нижнем белье Это я купил на распродаже Я не могу говорить по телефону Телевизор работает слишком громко Это моя домашняя улитка, Гарри Кнопка сломана Мне нужен пульт, чтобы выключить телевизор Куда же я его делал? Это лопаточка Ей удобно кравовые котлетки переворачивать Это плита, на которой я оттачиваю свое кулинарное мастерство Моя раковина У меня нет средства для мытья посуды Если не считать меня самого Чудесная погода Сегодня просто идеальный день для повышения Это кубик льда Он такой же формы, как и я Ну и холодильник Я не могу выйти на улицу в нижнем белье Это специальная зубная щетка Она сделана для моих двух зубов Если честно, я не знаю, почему оттуда выходят пузыри Пора принять душ, но при вас я стесняюсь Закройте глаза Ну вот Я чистый до скрипа Скрип-скрип Крышка застряла Надо ее чем-нибудь поддеть Ага, отлично, он открылся Белая рубашка, коричневые шорты, красный галстук Это классика О, моя одежда Без нее мне было бы как-то неловко Я не могу пойти на работу с нечищенными зубами Это непрофессионально и вонючее Привет, Патрик, старина Привет, управляющий Слушай, Патрик, а давай сегодня после того, как меня повысят Закатим вечеринку Я всеми щупальцами за Почему ты смотришь выключенный телевизор? У меня пульт не работает Ну тогда встань и сам включи его Не стоит так перетруждаться Патрик, это же мой пульт, поэтому он не подходит к твоему телевизору Говоришь, это твой пульт? Да А что он тогда делает у меня дома? Это мне в тебе и нравится, Патрик Ты всегда задаешь правильные вопросы Точно Так, я могу забрать свой пульт? Ах, мне же тогда придется вставать, включать телевизор И потом еще идти на кухню со льдом для коктейля Почему? Ну почему этот мир так жесток ко мне? Давай я тебе принесу льда для коктейля Тогда тебе придется вставать только один раз Ты сделаешь это ради меня? С удовольствием, приятель Для этого и нужны друзья Держи, приятель Вот тебе кубик льда Бери скорее, он тает Минуточку Этот лед холодный Ну, да Меня так просто не проведешь, мистер Ладно Ну, на этот раз я тебя прощу Мало ли что у тебя было на уме Но второй раз это тебе не сойдет с рук Ладно, как скажешь Собирай свой пульт Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Это телефон Сквидварда Я люблю ему звонить и болтать с ним часами Это радиус Сквидварда Оно играет очень громко Он кроме него ничего не слышит А вдруг кто-нибудь позвонит Не могу Что, если Сквидвард заметит? Привет, Сквидвард! Чем занимаешься? Я заканчиваю сочинять свой новый опус И всякие там соседи мне сейчас только мешают Чего тебе? Опус, да? Спанч Боб, чего тебе надо? Я тут вообще-то занят Слушай, ты мне зубную пасту не одолжишь? Моя закончилась А мне сегодня надо выглядеть безупречно Я рад бы тебе помочь, Спанч Боб Но не стану Правда здорово, что открывается закусочная Красти Крабс 2 Знаешь, я обязательно тебя упомяну в своей приветственной речи Когда меня назначат управляющим Ты не заметил, что я принимаю душ? Ну, пожалуйста Можно мне взять твою зубную пасту? У меня уже дыхание не свежее Я заметил Просто ужасно Мне жаль тех, кто с тобой общается Как же ты сочиняешь клопус при включенном радио? Опус А из радио я черпаю, ну, идей То есть вдохновение Я не ворую мелодии, если ты об этом Хочешь, я выключу радио? Без него будет лучше Я всегда рад помочь Честно говоря, Спанч Боб, мне все равно Делай, что хочешь Только подальше отсюда Ну, до скорого, Сквидвард! А, так ты уходишь? Гороскоп меня не обманул Сегодня счастливый день Так гораздо лучше Теперь Сквидвард слышит, что происходит вокруг Ты знаешь, где твое полотенце? О, ему хватило бы и одного стула Вряд ли он часто приглашает гостей Это новый номер телефона Сквидварда Он частенько его меняет Надо будет как-нибудь ему позвонить Так, так, так Кнопка сломана. Мне нужен пульт, чтобы выключить телевизор. Так же я его делал. Вот теперь я слышу свои мысли. О, гудков нет. Наверное, что-то случилось с телефонной линией. Это гриль. Иногда я на нем жарю крабовые котлетки. Что может быть замечательнее? О, мой велик. Если бы не ржавчина, я бы на нем на работу ездил. Похоже, это телефонная будка. О, привет, телефонный мастер. О, тише. Не пугай меня так. У меня слабые нервы. Что ты делаешь? Я пытаюсь починить телефонную линию. Мне нужно сделать важный телефонный звонок. Ладно, я сообщу тебе, когда закончу. Но мне еще долго тут ковыряться. Ну, мне срочно нужно позвонить. Что я могу поделать? Починка телефонных линий ювелирная работа и отнимает много времени. Эй, а ты чинишь телефоны мастерски? О чем это ты? Мастерски? Ну, ты же телефонный мастер. Как остроумно. Помнишь, как я сказал? Привет. А ты перепугался. Эх, славные были времена. Ничего не могу с собой поделать. Боюсь громких звуков. У меня поэтому даже будильника нет. У-у-у. Не делай так. Мне пора идти. Счастливо. Пока. Это неправильно. Так, соединяем этот проводок с этой штукоминой. Готово. Хе-хе. Пара пустяков. Алло. Кто это? Хе-хе. Кто это? Это ты, Спанчбоб? Хе-хе. Он так может весь день слушать шум моря. Хе-хе. Что? Кто это? Хе. Ну что? Алло. Кто это? Что? Кто это? Хе-хе. Сквидварду она не нужна. У него и зубов-то нет. Я так не думаю. Хе-хе. Хе-хе. Получилось. Ура. Хе-хе. У меня чистые зубы. Теперь я готов отправиться в закусочную красти крабс и принять на себя почетные обязанности управляющего. Итак, Планктон похищает корону Нептуна, вызвав у морского царя гнев всеокеанского масштаба. А тем временем в закусочной красти крабс все сложилось неудачно для Спанчбоба. Да, кажется, мистер Крабс счел нужным назначить него, а Сквидварда, управляющим, видите ли, мистер Крабс считает, что Спанчбоб еще мальчишка. Но у Спанчбоба хватило мужества стоически пережить эти события. После не самого приятного вечера у Буфи Бобера, Спанчбоб возвращается в закусочную красти крабс на следующее утро и обнаруживает, что Нептун заморозил мистера Крабса. Он решил, что это мистер Крабс украл его корону и пообещал, что сделает из него котлету, если корона не будет возвращена в течение пяти дней. Дочь Нептуна Минди попыталась переубедить отца, но Нептун столь же непоколебим, сколь властен. Спанчбоб в приступе героизма клянется спасти мистера Крабса и доказать всем, что он настоящий мужчина, а не мальчишка. Ну, да. Помогите ему вернуть корону. Она в городе Ракушек. Это таинственное место где-то далеко-далеко. Найдите какой-нибудь транспорт и вперед! Ладно. Надо скорее найти гамбургеромобиль. Только так я смогу добраться до города Ракушек и спасти мистера Крабса. Он замерз. О, привет, Сквидвард! Я хотел сказать, поздравляю с повышением. Ха. На что мне это повышение, когда мистер Крабс заморожен? Кто теперь будет выдавать мне повышенную зарплату? Хочешь, я буду в знак того, что я зла на тебя не держу. Спанчбоб, ты и в самом деле форменный болван. Гамбургеромобиль. Ну, мне как управляющему сегодня такой выдали. О, дашь мне его? Нет, не могу. Но он мне нужен. Я его потерял, ясно? Я вытирал со стола, и он выпал у меня из кармана. Тут какие-то ребятишки бегали. Мальчик и девочка. Наверняка они его подобрали. Баланус! Только не говори Крабсу, если его когда-нибудь разморозят. Ну пока, управляющий Сквидвард. Пойду спасать мистера Крабса. Хм, ну удачи. Уж ты-то точно обречен на успех. Да, а ты прав. Спасибо, Сквидвард. Привет. Мы с тобой раньше нигде не встречались? Еще бы. Я сюда каждый день прихожу, и ты у меня каждый день об этом спрашиваешь. Хм, нет-нет. А ты случайно на курсы вождения прошлым летом не ходил? Или позапрошлым? Или этой осенью, зимой, или весной? Я туда постоянно хожу. Нет, никогда. Но машину ты водишь? Да. Ага, вот где я тебя видел. Я видел, как ты разъезжаешь на машине. Ну, может быть. Царь Нептун заморозил мистера Крабса, потому что его корону украли и увезли в город ракушек. Я отправляюсь туда и всех спасу. Да, я что-то об этом слышал. Так что же ты тут стоишь и болтаешь со мной? Бери скорее гамбургер-мобиль и отправляйся в путь. Я так и планировал. Только сначала мне надо кое-что сделать. Ну, так поторопись. Я слышал, времени осталось мало. Слушай, а ты случайно не знаешь, где гамбургер-мобиль? Ну, не хочу сплетничать, но я слышал, что он припаркован в подземном гараже под рестораном. Спасибо. Слушай, а это новая закусочная Красти Крабс. Очень похожа на старую, да? Вообще-то это и есть старая закусочная Красти Крабс. О, ты уверен? Абсолютно. Ну, мне пора. Удачи. Спасибо. Услышать, что ты уходишь, это уже удача. Так, держать. Это опорная балка. Здорово, да? Старая добрая закусочная Красти Крабс. Как бы мне хотелось забыть пережитые здесь унижения. Мне туда сейчас не нужно. Плита не работает. Никто этого не заметил в суете по поводу открытия закусочной Красти Крабс 2. Щипцы. Необходимый для любого шеф-повара инструмент. О, это сцена, на которой были разбиты мои заветные мечты. Я готов. Вот это да! Ты Окунь Окунович, телерепортер. Да, это я. Уверен, ты рад со мной познакомиться. И что ты тут до сих пор делаешь? Разве репортаж не окончен? И да, и нет. Часть работы хорошего репортера заключается в ожидании новостей. Думаю, превращение мистера Крабса в котлету будет новостью недели. А, ну если ты здесь только поэтому, можешь отправляться домой. Я его спасу. Мы с Патриком вернем корону из города Ракушек. Не обижайся, но я, пожалуй, останусь здесь. Если я спасу мистера Крабса, ты сделаешь из меня героя. Ну, герои пользуются меньшим спросом, чем превращенные в котлету Крабса. Но все может быть. Ой! Ну, мне пора. Надо мистера Крабса спасать и все такое. Да. Ну, удачи тебе. Зачем мне идти к Гуфи Губеру? У меня я здесь делал полно. Сейчас не время для мороженого. Здравствуй, девочка. Привет. Тебе не попадалась на глаза пластиковая карточка с дырочками? А, ты имеешь в виду супермощную волшебную штуковину? Э, может быть. Ты ее видела? Да. Она у тебя? Неа. Она у Морти. О! Кто такой Морти? Мой друг. А где он сейчас? Он пошел к Гуфи Губеру. Ему хотелось какого-то странного мороженого. Спасибо! Спасибо! Мне надо идти. Счастливо. Пока. Но поскольку мне надо найти Морти, придется зайти к Гуфи Губеру. Но только по делу. Здравствуй, мальчик. О, привет. Тебе нравится Гуфи Губер, да? Да. И мне. Хорошо. Гуфи Губер. Мой герой. Да, он ничего. Эй, а что это у тебя на столе? Это моя супермощная карточка власти. Я нашел ее в Красти Крабс. О, можно я ее заберу? Нет, это я ее нашел. Она моя. Я буду твоим самым большим и замечательным другом. Нет, спасибо. Может, ты обменяешь на что-нибудь эту твою супер-пупер штуковину? Думаю, я отдам ее в обмен на жареное мороженое. Жареное мороженое? Эй, не суди, пока сам не попробуешь. Значит, жареное мороженое, да? Да. Ладно, принесу. Удачи. Здесь такое не делают. Ну, мне пора. Меня ждут дела чрезвычайной важности. Гуфи-губер! Привет! Привет, маленький губ! Добро пожаловать к Гуфи-губеру! Прости, я вчера тут немного набезобразничал. Я был расстроен. Меня не повысили, потому что я всего лишь ребенок. Эй, в этом нет ничего плохого. И дети могут быть очень ответственными. Нет ничего такого, что может взрослый и не может ребенок. Да, но никто в меня не верит. Я хочу попасть в город ракушек, чтобы спасти мистера Крабса. Но все считают, что у меня ничего не получится. У-у-у, город ракушек. Слушай, парень, сиди-ка ты лучше дома. Готов поспорить, что тут люди частенько сходят с ума. Да нет, но вот вчера у нас тут был просто праздник. Был ты, потом еще эти двое ребят с бензоколонки у границы. Они тут такое устроили. Да? Что они натворили? Танцевали на столах. Пели очень-очень громко. Один из них выпросил у меня ноты одной моей песни. Честное слово, они были явно староваты для таких вещей. Пока, Гуфи Губер. Я еще вернусь. Я обещаю. Да-да, пока, маленький Губик. Не забудь что-нибудь купить перед уходом. Это орган. Эй, я знаю этого парня, но кажется, он занят. Не буду его беспокоить. Попкорн? Но сейчас я не хочу попкорна. Ой, сколько конфет. Но после вчерашнего меня слегка подташнивает от одного вида конфет. О, какая странная подборка картин. Привет. А, это ты. Я тебя помню. Ты получил счет за чистку ковра. А вчера было весело, да? Мы ели мороженое, потом пели. Весело. Я тут всю ночь после тебя убирался. Будь добр, больше так не делай. Одно жареное мороженое, пожалуйста. Мы не делаем жареное мороженое. А что вы делаете? Нежареное мороженое. Ну ладно, капитан. Одно нежареное мороженое. Держи. Но после вчерашнего ты больше не получишь. И не называй меня капитаном. Я ухожу? Спасибо, бармен. Эй, любой день, когда ты не заходишь в бар, счастливый день. Ух ты. Вafter. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так что ничего страшного Это мороженое, зажатое в щипцах Великолепно Это жареное мороженое Ну и вкус у него должно быть Снова привет, я вернулся Здорово! Держи, малыш Жареное мороженое Ура! Хрустящее и сливочное Давай Теперь я могу забрать пропуск Да, забирай Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мистер Крабс не очень-то доверяет людям Это моя любимая песня Я не знал, что мистер Крабс был мастер на все руки Мне некогда играть в Дарпс Привет, управляющий Здесь много светильников Нас теперь ничто не остановит, Патрик Чувствуешь, как ветер дует в лицо Это вкус свободы О, а я думал, это мне мошка в рот попала Слушай, Патрик, а может пойдем домой? Что? Кто ты? Что ты сделал со Спанчбобом? О чем это ты, Патрик? Мой друг Спанчбоб Не поколебим перед лицом неопределенной опасности Что-что? Перед лицом чего? Не знаю Смысл в том, что ты не должен так легко сдаваться Мы с тобой команда Нас не победить О, ты прав, Патрик Я не должен расстраиваться из-за пустяков Вместе у нас все получится Это бензонасос Привет! Чудесная погода, да? Да Ну, как вы тут живете на границе бикини-ботом? Так круто, как вам и не снилось, да, Ллойд? Ха-ха Ха-ха-ха Эти ребята действуют мне на нервы Ну, чем вы тут вообще занимаетесь? Дурака валяем Нам хватает смотреть, как слабаки типа вас пытаются выжить по ту сторону границы О, мы же ходили к Гуфи-губеру вчера Было весело Им-то об этом зачем рассказывать? А мне казалось, что тебе было весело. Ты пел, танцевал на столе, а потом ты... Неправда. Правда-правда. Ты обнял Гуфи Губера и сказал, что он твой лучший друг. А я расстроился, ведь это я твой лучший друг. И тогда... Не слушайте его. И тогда ты попросил у Гуфи Губера ноты и его песни, чтобы потом сыграть её на своей гармонике. Нет у меня никакой гармоники. Я вообще не понимаю, о чём ты говоришь. Ах так? Тогда покажи, что у тебя в карманах. Ты сегодня в тех же брюках. Спорим, ноты ещё там. Не смеши меня. Одну минуточку. Он даже сказал, что Гуфи Губер его герой. И что он хочет стать похожим на него. Куда это он? Всё, я вернулся. Никаких нот у меня нет. Не понимаю, о чём вы говорите. И вообще хватит об этом говорить. Ты что, только что выбросил ноты? Я с тобой вообще не разговариваю. Я ухожу? Ты не продержишься и десяти секунд за границей. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Да? Посмотрим. Посмотрим. Это ноты песни Гуфи Губера. Разве кто-то в здравом уме стал бы их выбрасывать? Глядя на них, я понимаю, что очень устал. Ух ты! Здесь полно всякого хлама. Ух ты! Здесь полно всякого хлама. Это неправильно. Ух ты! Ух ты! Ух ты! И снова привет! Да. Ой, я нашёл ноты песни Гуфи Губера в помойном ведре. Нет, ты что-то путаешь. Будь добр, уйди. Я ухожу? Ты не продержишься и десяти секунд за границей. Ха-ха-ха-ха-ха! Да? Посмотрим. Я не могу идти пешком. Это безумие. Я уже сделал сегодня шесть безумных вещей. Мой лимит исчерпан. Наша машина! Надо придумать, как её вернуть. Ключи должно быть у того парня, что забрал её. Пойдём туда и заберём их. Патрик, мы поступим хитрее. Может, мы отвлечём его и... Да, отвлечём его. И заберём ключи, пока он не видит. Отличная идея! Пошли, дружище. О, мотоциклы! Наша машина! Надо придумать, как её вернуть. Ключи должно быть у того парня, что забрал её. Мне надо в туалет. Патрик, а как же отвлекающий манёвр? Баланус! Это бутылка. Я так не думаю. Я так не думаю. Привет, бармен! Какое у вас тут замечательное местечко! Нет, не замечательное. Это омерзительное место, и оно нам нравится таким. А, ну, вам виднее. Чё тебе надо? Ты не видишь, что я сегодня не в духе? Можно мне, пожалуйста, мороженое? Мороженое? Мороженое для детишек. Ты же не ребёнок, верно? Нет. То есть нет. Глядя на тебя, я сам не уверен. В общем, будь начеку, а то тут из тебя котлету сделают. Мы крайне недружелюбно обращаемся с детишками. Если вы не возражаете, я тут осмотрю ваше великолепное заведение. Ооо, для вас ковровую дорожку не расстелить? Нет? Ну надо же. Эй, мистер! А, то есть, мистеры! Привет! Чем вы двое тут занимаетесь? Пьём грязную воду с ржавчиной и пытаемся вспомнить одну песню. Да? Какую песню? Не твоё дело. Песню Гуфи Губера? Да. Нет. Ну, может быть. А что, ты её знаешь? Конечно, знаю! Научить вас? Нет. Вдруг кто-то услышит, у нас будут проблемы. Может быть, я вам как-нибудь её напишу? Давай. А пока мы посидим здесь. Держите, ребята! Это ноты той самой песни Гуфи Губера. Пожалуйста. Тссс! Зачем же так об этом кричать? Спасибо. Здоровяк меня заметит. Я так не думаю. Привет, здоровяк! Чё тебе надо, малявка? Не видишь, мы играем. А вы не ходите на пляж культуристов? Вы, наверное, там так накачались? Пляж культуристов? Да не смеши ты меня. Я накачал мышцы, избивая всяких неудачников. Глядя на тебя, мне хочется снова приступить к тренировкам. Да, знаете, я тоже туда иногда хожу поработать над мышцами спины. И грудными мышцами, и... Молодец! Вот и отправляйся туда, пока я не вышел из себя. А знаете, что мне там не нравится? Песок попадает между пальцами ног. А потом он попадает в кровать. И как не вытряхивай, всё равно останется какая-нибудь песчинка. Заканчивай, пока я тебя не прикончил. Ладно, не буду вас отвлекать. Продолжайте запугивать. Да уж, пожалуй, побереги здоровье, если ты вообще понимаешь, о чём я. Ээээ, спортом заняться? Ба! Я так не думаю. Привет, Патрик, старина! Эй, Спонжбоб! Чем ты занимаешься? Дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум. Да? Ну, кажется, ты занят. Не буду тебе мешать. Продолжай себе бормотать. Там нет мыла. Вот гадость. Здоровяк меня заметит Я так не думаю Я так не думаю Привет Я вернулся Как? Ты еще жив? Странно Послушайте В туалете нет мыла А мне надо помыть руки Вы не наполните мыльницу? Радуйся Что я тебя не наполнил По самые уши Ладно Только чтобы ты от меня отстал Надо же Выжмите меня насухо Получилось Все Теперь там есть мыло Ты счастлив? То есть я надеюсь Ты ужасно несчастен В общем забудь об этом Если вы не возражаете Я тут осмотрю Ваше великолепное заведение Для вас ковровую дорожку не расстелить? Нет? Ну надо же Я так не думаю Простите пожалуйста Мистер Слушай Ты действуешь мне на нервы Ладно Не буду вас отвлекать Продолжайте запугивать Да уж Пожалуй Побереги здоровье Если ты вообще понимаешь О чем я Эээ Спортом заняться? Да Здоровяк меня заметит Ух ты Пузырики Эй Кто это надувает пузыри? Скорее Патрик Заберем ключи Пока они не видят Отличная идея Нам надо пересечь Эту равнину Чтобы попасть На другую сторону Впадины Здесь жутковато Но мы справимся Мы только что Прошли мимо отеля Может Остановимся там? Нет, Патрик Нам надо в город ракушек Нельзя терять ни минуты О, здесь все дышит злом Ух ты Впадина Здесь пахнет носками Да, точно Ужасный запах Да А мне понравилось Если туман станет еще гуще Мы не сможем видеть Куда нам идти Привет А-а-а-а, привет Ты в порядке? Кажется, ты чем-то обеспокоен Я потерял дорогу Мне надо перейти На другую сторону Впадины А я заблудился Слушай Мне тоже надо Перейти в Падину Может, я смогу тебе помочь? Очень сомневаюсь То есть Я здесь уже Несколько дней А туман Все не рассеивается Вы здесь тоже потеряетесь Правда, плохо, что туман? Да Чтобы пройти это место Не сбившись с дороги Нужен маяк Ты заметил, что все кораллы Тут какие-то необычные Это черепа Ну, как бы они там не назывались Они красивые, да? Они ужасные Нельзя быть таким пессимистом Мне пора Да как скажешь Привет еще раз, спутник А-а-а Ой, это ты Мне пора Да как скажешь Я ничего не вижу Так можно захлебнуться в тумане О, жутковатая штука Вы только посмотрите на те скалы Они кажутся очень крутыми Отель без дна На вид он далеко не пятизвездочный О, жутковатая штука О, эта комната намного больше моей Ну, больше, чем та, которая могла бы быть моей Ты никогда не стучишься перед тем, как войти в чужую комнату? Нет, не вижу в этом смысла Хороший номер, да? В нем прослеживается некий криминальный лейтмотив Повторите еще раз эту фразу Я все равно ее не пойму У вас все нормально, мадам? Вы чем-то расстроены? На самом деле я расстроена Прошлой ночью у меня украли мои жемчужные бусы Прямо из номера А вместо них здесь оставили эту странную сферу Я шокирована Жемчуг, да? Патрик, что скажешь? Я думаю, за дело должны взяться Детектив Спанчбоб и инспектор Патрик Согласен Не беспокойтесь, мадам У нас не было еще ни одного дела, которое бы мы не раскрыли И вообще, у нас не было ни одного дела Словом, у нас прекрасная репутация Боже мой! Мы как следует во всем разберемся Мы не упустим из вида ни одной детали Мы осмотрим каждый угол Мы беремся за дело Я даже не знаю, что сказать Инспектор Патрик Надо быть на чеку Обращайте внимание на любую деталь Если нас сочтут невежливыми, пусть Взявшись за дело Мы его непременно раскроем Ха! Раскроем! Можно задать вам пару вопросов О пропавшем жемчуге? Конечно Когда вы в последний раз видели свой жемчуг? Вчера вечером Я не знаю, во сколько точно Но он лежал на столе рядом со светильником Не понимаю, как кто-либо мог пробраться сюда незаметно Дверь в номер была заперта? Да Я запираю ее, когда ложусь спать А когда она не заперта Перед тем, как войти Вежливые люди всегда стучатся И я не беру во внимание ваш случай Спасибо Ну, рад был с тобой пообщаться Да Мне тоже было приятно Оторваться от своих мыслей Странные дыры Похоже, что пол прогнил Там внизу слишком темно Вот бы туда чем-нибудь посветить Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Привет! Что ты делаешь в моей комнате? Привет! Я служащий отеля Мы пришли, чтобы выяснить, не желают ли постояльцы отеля Дополнительный десерт во время обеда Что-то ты не похож на служащего отеля Хотя, пожалуй, уберись у меня в номере Это не входит в мои обязанности Я расследую дело о пропавшем жемчуге В самом деле? А я-то тут при чем? Ну, мы надеялись, ты согласишься ответить на пару вопросов Ладно, только быстро Я занятой человек Видишь ли, дел у меня по горло Где ты был прошлой ночью? Я был в отеле Погода была отвратительная Туман по всей равнине расползся В такую погоду нечего делать на улице Ты вообще не выходил из номера? Я этого не говорил Я просто не был на улице Я спустился в вестибюль Почитал журнал Походил по коридорам Из отеля я не выходил Ты не заметил ничего подозрительного, когда гулял по коридорам? Да нет, управляющий спал за стойкой Кроме него я никого не видел Управляющий спал? За стойкой? Да-да, и еще громко храпел Это мешало мне читать Я чуть было его не разбудил Но потом решил, что когда он бодрствует, от него еще больше проблем Может было что-то еще необычное? Больше ничего странного не происходило? Но раз вы спрашиваете Перед тем, как лечь спать, я слышал какой-то шум из-под пола Звук такой, будто что-то куда-то волокли Странные звуки Да, именно так А не знаешь, что это за дыры в полу? Не знаю, откуда они взялись Пару дней назад я видел, как из одной из дырок выглянула устрица Должно быть, она заметила меня и сразу же нырнула обратно Ясно И спасибо Рад был пообщаться с тобой Когда будешь выходить, не стукнися в дверь Привет Отличный у вас отель Несомненно, несомненно Здесь не самое подходящее место для такого шикарного отеля, да? Ну что я могу вам сказать? Спекуляции на рынке недвижимости – дело рискованное Я купил его за бесценок Здесь раньше жила устрица Я требую, чтобы мне в номер принесли крабовые гамбургеры И побыстрее У вас тут нет номера Тогда я требую, чтобы мне доставили гамбургеры прямо в рот Немедленно А может, мимо рта? Думаю, это было бы вполне достойно вашей высочайшей персоны, сэр Ты меня что, оскорбляешь? Если да, то это самое красивое оскорбление, которое я когда-либо слышал Если так, то моя жизнь прошла не напрасно Ты знаешь, что у одной твоей постоялецы пропали жемчужные бусы? Да, у Виктории Элен из первого номера Как я могу не знать, она устроила целый скандал Могу я задать тебе несколько вопросов? Если это необходимо Где вы были в ночь с вчера на сегодня? Я был здесь, за стойкой Я здесь каждую ночь И каждый день у меня бессонница Ясно А никто подозрительный не проходил через вестибюль? Дайте подумать Ред вчера вернулся рано Он живет во втором номере Странный тип, но платит он всегда вовремя Чего я не могу сказать о Виктории А больше никого не было? Ну, эх, ладно, ладно, осознаюсь Я не могу больше выносить этот допрос с пристрастием Это сделал я Я украл жемчуг, только прошу, не надо больше этих унизительных вопросов Правда? Это ты сделал? Нет, я пошутил Неужели ты в самом деле такой простофиля? Баланус! Что ты знаешь об этой миссис Элен? Она здесь уже месяц И все еще не заплатила за проживание Хотелось бы знать, почему У нее полно денег Но я их пока не видел Ты не знаешь, кто мог взять эти же мчужины и бусы? Дай подумать Ты? Ага Это уже что-то Где мне найти этого странного ты? В зеркале Ясно, ясно Это весьма интересно Спасибо Ладно Приятно было пообщаться Какая учтивость Какое красноречие Я вас не скоро позабуду Жутковатая штука Вы только посмотрите на те скалы Они кажутся очень крутыми Спанч Боб? Что, Патрик? Думаю, мне лучше остаться здесь Почему? Я? Ну Я боюсь пещер Ты живешь под камнем Ну и? Ну понимаешь, что камень, что пещера Ты хочешь сказать, мой дом пещера? Нет, конечно Просто слегка пещеристый, нет? Притворюсь, что я этого не слышал Ладно, ладно, как скажешь Жди здесь Я скоро Привет Ты заблудился? Едва ли Едва ли Да, это не сложно вычислить даже для недалекого ума А еще говорят, что у меня дурацкое имя А еще говорят, что у меня дурацкое имя Сферу Сферу, да? Да Клево Клевее, чем ты думаешь Фокусирующая сфера показывает безопасный путь сквозь обессальные равнины Иначе эти равнины никак не пересечь О! Обессальные равнины! Нам как раз туда и надо В таком случае тебе надо пройти коридоры смятения Коридоры смятения, да? Да А за ними ты увидишь бассейн осознания А потом врата из мышления Ты сам придумал эти названия? Может и я Но поверь, они весьма информативны Ты не одолжишь мне свой фонарик? Ну Ладно, возьми Только не разбей его, он дорогой Давай, давай! Пользуйся Расскажи мне о коридорах смятения Это целый ряд проходов Каждый светится определенным цветом Чтобы их пройти Надо идти в том порядке, как они загораются Какая глупость? Да, глупость страшная Но это единственный путь к бассейну осознания Расскажи мне о бассейне осознания Это глубокий бассейн в самом сердце пещеры Который по легенде предсказывает будущее Хочешь, предскажу твое будущее? Годы лечения у психиатра! Эй! Это не я придумал эту легенду Расскажи мне о вратах из мышления Я мало что о них знаю Я еще не изучил все легенды, но уверен, они крайне опасны Мне пора Удачи в экспедициях Да, проваливай По-моему, тот парень что-то говорил о разных цветах Добро пожаловать в коридоры смятения Следуйте за цветами Или безнадежно заблудитесь Ого! Ничего себе тут эхо! Входи в коридоры в той последовательности, в которой они подсвечиваются Ошибешься, придется начать сначала Только как следует, сконцентрировавшись, можно проникнуть в святая святых пещер ракообразных Ох, ладно Буду внимательнее Субтитры создавал DimaTorzok Ура! Сработало! Сработало! Привет! Какой ты старый Да, я стар Но и юношеская сила не так уж хороша, когда не хватает такта Хотя я и не знаю, что такое этот такт Но уж точно у меня его побольше, чем у некоторых стариканов Неоспоримая логика Вот это здоровский бассейн Это не плавательный бассейн, это бассейн осознания Заглянув в его воды, можно узреть свое будущее А он с подогревом? Нет Называй его как хочешь, но по-моему подогрев не помешал бы Поразительно Значит, будущее, да? Да, но будь осторожен Каждый раз, когда ты смотришь в бассейн, ты заглядываешь все дальше в будущее Это может быть опасно Опасно, да? Да, зная свое будущее, можно лишиться чувства свободы выбора Свободы выбора, да? Да Желание изменить то будущее, которое увидишь, может привести к чудовищным последствиям Чудовищным, да? Ты вообще не понимаешь то, что я говорю, не так ли? Не понимаю, да? Забудь Слушай, ты случайно не знаешь, как пройти через абиссальные равнины? Вообще-то знаю За этими вратами святая святых пещер Там есть устройство, направляющее луч света, который показывает дорогу сквозь равнины Здорово, мне туда и надо Я не могу тебя пустить Фокусирующая сфера была похищена Двери останутся запертыми, пока сфера не будет возвращена Фокусирующая сфера? Да, она усиливает и направляет свет Без нее это устройство не работает Сейчас оно абсолютно бесполезно А никто подозрительный не проходил? Не знаю Никто не мог проникнуть в святая святых, миновав меня Но если ты это выяснишь, я пропущу тебя Да, вещи тут то и дело пропадают Странно все это, да? Что? А что еще пропало? Ну, в отеле Бездна кто-то украл жемчужные бусы у одной старушки Она почти такая же старая, как ты Можешь себе представить? Жемчуг? Как интересно Фокусирующая сфера очень похожа на жемчужину Ну, рад был с тобой поболтать По правде сказать, разговор с тобой возродил во мне интерес к обету молчания Врата закрыты Ладно Испытаем этот бассейн, предсказатель Ну и что это значит? Эй, старец, эта штука не работает Ну и что это значит? Эй, старец, эта штука не работает Или работает? Ну-ка попробуем еще разок Эх, я знал, что надо было выбирать розовую дверь Да, странный этот бассейн Ладно, взгляну-ка еще разок Привет, Спанчбоб из прошлого Это я, Спанчбоб из будущего Я дам тебе один совет Будь добр с компьютерами Они твои будущие хозяева А память у них отличная Ого Это я далеко зашел Но это был ценный совет Ладно, последний раз Эй, Эээ, Сквидвард Что? В мире столько могил И надо же так получиться, что наши с тобой оказались рядом Пока смерть не разлучит нас И даже дольше Спанчбоб, ты настоящий неудачник Эй, Сквидвард Ну что тебе, Спанчбоб? Ты не подвидишься немножко? Нет Эй, Сквидвард Ну что? Иди на свет! О, это, пожалуй, была излишняя информация Нет уж Я больше не хочу видеть свое будущее Привет! Эээ, не помню, как тебя зовут И думаю, я не один такой Чарльз Оскар Вильям Пидмонт Август Виндроп Мне пора! Удачи в экспедициях! Да Проваливай Слушай, Патрик А может, пойдем домой? Что? Кто ты? Что ты сделал со Спанчбобом? О чем это ты, Патрик? Мой друг Спанчбоб Непоколебим перед лицом неопределенной опасности Что? Что? Перед лицом чего? Не знаю Смысл в том, что ты не должен так легко сдаваться Мы с тобой команда Нас не победить О, ты прав, Патрик Я не должен расстраиваться из-за пустяков Вместе у нас все получится О, ты прав, Патрик Вот так-то лучше Посмотрим Там внизу есть еще одна комната Как же туда пробраться? Может, управляющий знает? Привет, это снова я О, какая редкая удача выпала на мою долю Я едва не теряю рассудок от счастья Так-так-так Наше расследование привело нас к определенным выводам Говорите, я весь в внимании Кто-то живет под отелем И сквозь дырки в полу пробирается в комнаты Этот кто-то наверняка и украл жемчужные бусы миссис Элен Нет, не может быть Я так и знал, что это может случиться О чем это ты? Видите ли, до того, как я купил этот отель, здесь жила устрица Я думал, это не важно, но может быть... Устрица, да? А можно мне осмотреть пространство под отелем? О, да, это я во всем виноват Конечно, идите Ладно, приятно было пообщаться Какая учтивость, какое красноречие Я вас не скоро позабуду Кто-ка-кто-кто-кто-кто-кто-кто-кто-то-кто-кто Whoo! , л fingertips и не муж. Говорят, что если купить как нравится Какogene Ende price Это же мчужные бусы миссис Элен. Надо скорее вернуть ей их. Через эти дыры можно пробраться в номера отеля. Их надо заделать. Ух ты! Эта устрица тут собрала целую кучу вещей. Привет, старушка! Здравствуй еще раз, слегка надоедливый, но чем-то весьма симпатичный юноша. Вот ваш жемчуг, миссис Элен. О, спасибо вам большое, молодой человек. Это подарок моего милого первому мужу, Эдварда. Эти бусы мне очень дороги. Требуй вознаграждения! Требуй вознаграждения! Патрик, это невежливо! О, прости! Пожалуйста, требуй вознаграждения! Пожалуйста, требуй вознаграждения! Ну, вы, мальчики, заслужили награду. Возьмите эту сферу. Она мне больше не нужна. Ура! Награда! Субтитры сделал DimaTorzok Жди здесь, я скоро вернусь Ладно Здравствуй еще раз, старец Вот это уже более уважительно Смотри, фокусирующая сфера Теперь пропусти меня А, отлично, я открою врата За вратами ты увидишь еще одну загадку Прежде чем попасть в святая святых Когда решишь ее, верни сферу на пьедестал И туман рассеется Здорово Спасибо, старец Мне 52 Ого Я думал, столько не живут Где-то я это уже видел Добро пожаловать в пещеры ракообразных Часть вторая Возвращение Первая часть была куда проще Следуйте за цветами Или безнадежно заблудитесь Попробуем еще разок Я знал, что надо было выбирать розовую дверь Это какой-то непонятный пьедестал Сверху на нем должно находиться что-то круглое Ого Это волшебство Прям как кролик из шляпы О, луч света проходит сквозь туман Пойдем за ним Надо скорее отсюда выбираться Я постараюсь взять папину карету Запряженную морскими коньками Мне надо торопиться, чтобы помочь Спанчбобу и Патрику Это моя кровать Свежий воздух Здесь я храню одежду Вернее, верхнюю часть одежды Плохо быть русалкой Мне нечего делать на распродаже обуви Ой, грязное зеркальце Какой позор Это баночка с клеем Это косметика Я сегодня уже накрасилась Прочь за роги Мне надо торопиться, чтобы помочь друзьям Простите, принцесса Минди Я получил особое указание от Нептуна Не выпускать вас до его возвращения Ты не понимаешь, если ты меня не выпустишь Кто-нибудь может погибнуть Мой отец просто погорячился Я знаю Именно поэтому я с вас глаз не спущу Я не хочу, чтобы меня бросили в темницу Как полировщика короны Он бросил полировщика короны в темницу? Да, он сказал Раз у меня больше нет короны, зачем мне полировщик? Пускай теперь полирует что-нибудь в темнице Я не хочу повторить его судьбу Тебя не возмущает такая несправедливость? Все относительно Могло быть и хуже Так могли бы поступить и со мной И все еще могут Понимаешь? Я считаю, что это неверная точка зрения Зато эта точка зрения спасает меня от темницы Ты понимаешь, что слепое подчинение приказам вещь крайне опасная? Не опаснее, чем слепое неподчинение приказам Скорее, посмотри в окно Морское чудовище нападает на замок Что? Морское чудовище? Прочь с дороги, я должен защитить замок Это не смешно Знаешь историю о рыбке Гуппи Которой кричала Акула! Акула! На этот раз я не шучу Там и в самом деле монстр нападает на замок Честное слово? Ну да Что? Морское чудовище? Прочь с дороги, я должен защитить замок А ты знаешь, что слова простофили нет в словаре? Ты уже третий человек за сегодня, кто мне об этом говорит Я в шоке Мне надо идти Я не могу вас выпустить Нет, просто разговор окончен Ты мне все карты спутал Простите, принцесса У меня работа такая Эти предметы не сочетаются Давайте хорошенько подумаем, ладно? Ничего не выйдет Может позвать вам суфлера? Вряд ли это поможет Простите, принцесса Я не могу вас выпустить Это приказ Надо проветрить комнату Надо проветрить комнату Лучше сейчас не закрывать окно А то оно приклеится Пожар! Пожар! Скорее надо покинуть замок! Меня не проведешь Этот замок не может загореться Мы же находимся под водой Ладно, я знаю Ты мне не поверишь Но на этот раз там и вправду Огромный монстр за окном И он что-то сказал про твою маму Про маму? Прочь с дороги! За Нептуна! За родину! И за мамочку! Какой конфуз! Я, кажется, застрял! Минди! Поможешь мне, Минди? Кажется, меня провели Так ему и надо Теперь пора раздобыть папину карету Он обычно ставит ее во дворе Привет! Привет, принцесса! О, а здесь теперь пахнет гораздо лучше, чем на прошлой неделе Вонь была невыносимая Да, тогда даже стражники перестали мимо проходить А что это было? Лучше тебе не знать Скажем так Плесень порой умудряется пробираться в самые неожиданные места Поверить не могу, что папа приказал бросить в темницу полировщика короны Да, бедняга очень расстроился Я его отправил в самую худшую камеру Там освещение плохое и вообще ничего не работает Я бы там и пяти минут не выдержал Когда его выпустят? Ну, твой отец сказал Никогда Даже через сто тысяч миллионов лет Он будет гнить там вечность И потом еще десять вечностей Так когда? Во вторник, наверное Можно мне увидеть полировщика? Прости, принцесса, туда нельзя Нептун это бы не одобрил Я просто хочу поговорить с ним Нет, нет Мне очень жаль, но нельзя Как идут дела по управлению темницей? О, работа кипит Постоянно надо кого-то допрашивать, заковывать в цепи Жаль, у меня не хватает опыта Не суди себя так строго Ты отлично управляешь темницей Ну, понимаешь, этому ведь в школе не учат Вот бы мне достать какое-нибудь практическое руководство Книгу по управлению темницами? Да, там бы я прочитал, что надо делать, например Использовать ли дыбы, раскаленные предметы Надо ли злобно смеяться Ну, все такое Интересно было бы почитать такую книгу Мне пора Я скоро снова к тебе загляну Мне нравится, когда ты заходишь Это дыбы Они здесь только для вида Тюремщик добрейшей души человек Жутковатая штука Оставлю все как есть Вы мне еще спасибо скажете Это дыбы Они здесь только для вида Тюремщик добрейшей души человек Это светильник Это светильник Это руководство по управлению темницами и подземельями А на обложке нарисован дракон Большую часть этих книг ни разу не открывали Папа не часто сюда заходит Кругом полно пыли Здесь все нормально И снова привет Привет, принцесса Привет, принцесса Ой, спасибо, Минди Ты просто прелесть Можно мне теперь поговорить с полировщиком? Ладно, ладно Но только недолго И никому не рассказывай, что я тебя пропустил Первое, что здесь написано Не проявляйте слабость Я обещаю, я всем скажу Что ты жуть, какой страшный Спасибо, принцесса Эти стены надо бы почистить О, боже Папа и вправду бросил тебя в темницу Бедняга О, здравствуй, принцесса Не могу поверить, что папа бросил тебя в темницу за моей спиной Он обещал мне не делать этого Я с ним серьезно поговорю Нет, не надо, пожалуйста Я знаю, ты желаешь мне добра Но ты только разозлишь его Правда, со мной все нормально Как ты тут проводишь время? Я считаю, Крис Это бесконечное занятие Но я тут скучаю По старой работе О, вот бы мне что-нибудь отполировать Слушай, а ты можешь отполировать мое зеркало? Правда? Можно? Я так давно ничего не полировал Мне так этого не хватало Держи Спасибо Ну вот, блестит, как новенькая Спасибо, дружище Привет, преданный страж Есть новости? Я ушиб палец на ноге Дважды Оба раза один и тот же Ну надо же Ты ушиб палец, да? Больше тебе не о чем доложить Дважды, один и тот же Я думал, что мне было очень больно в первый раз Но знаешь что? Когда я ушиб его снова Я понял, что тогда это были еще цветочки Мне пора Один и тот же палец дважды Представляешь? Пусть занимаются своим делом Привет, Дули Привет, принцесса Дули, мне нужна папина карета с морскими коньками А зачем она тебе нужна, принцесса? Мне надо помочь друзьям Мне надо спешить, иначе будет слишком поздно Я не могу тебе выдать коньков У меня будут проблемы с начальством Ну, пожалуйста Я обещаю, что буду осторожна Прости, принцесса, не могу В любом случае, где карета? Она стоит за воротами Но морские коньки не запряжены Но я не могу дать их тебе, принцесса Я рада бы, но не могу Как дела в конюшне? Все нормально Хотя я тут морскую вожь недавно видела Но, может, мне просто показалось? А так все идет, как морская собачка покаракатится Какое странное выражение Зато какое правдивое Мне надо идти Что, уже уходишь, да? Счастливого пути, принцесса Чтобы вычистить эти конюшни Одной реки не хватит Я не могу их выпустить, пока доля тут стоит Неправильно Ничего не выйдет Может, позвать вам суфлера? Ничего не выйдет Может, позвать вам суфлера? Ничего не выйдет Это папина карета Но морские коньки по-прежнему в конюшне Мне нужно их вывезти оттуда Чтобы куда-нибудь поехать Пусть занимаются своим делом Субтитры сделал DimaTorzok Вряд ли это поможет Неправильно Девушки отдыхают Привет Не знаешь, куда уехал мой отец? Минди Разве ты не должна сидеть в своей комнате? Нептун же сказал, что ты под домашним арестом Да, меня заперли в комнате Но потом папа позвонил и сказал, чтобы меня выпустили Ах он добряк Да уж, сама доброта Освободил собственную дочь из заключения А почему ты здесь? Ты разве не должен сопровождать папу? Должен Но я попросил разрешения остаться Потому что я, ну, хотел повидаться с Долли С Долли? Смотрительницей конюшни? Она тебе нравится? Ну, пожалуй Но я боюсь с ней говорить Не бойся Расскажи ей о своих чувствах Любая девушка была бы счастлива иметь такого поклонника Ты правда так думаешь? Да, и не теряй времени Иди же и расскажи ей о своих чувствах Ладно, я пойду Но погоди Что такое? Мне надо удостовериться, что я хорошо выгляжу Мне нужно зеркало У меня где-то было зеркало Вот зеркало Ааа, изумительно Как я мог усомниться в собственной пленительности? Спасибо, принцесса А теперь мне пора на свидание с судьбой Удачи! С такими глазками, как у меня Удача не понадобится Да уж, это он хорошо подметил Нет, мне туда незачем идти Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Отлично! Теперь я успею на помощь к Спанч Бобу и Патрику Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!